Привет, как дела? Я и здесь. Доброе утречко. Доброе утро. Мы тут решили позавтракать. А нам не хватило еды. Осталось всего 4 минута. Приготовили только мелким. А они так есть хотели, видишь, и вытворяют. Пришлось папе в дождь. А мы говорим, иди, я не знаю, но тебе придется. Иди в курятник. В общем, папа сберил курятник. Купил 3 лотка и еще кое-что. Ой, забыла тебя же попросить лекарства купить. Ну ладно. Ну уже в следующий раз. Что-то вообще вылетело с головы. Конечка? Не, не надо конечка. Это не лекарство. Как это? Не, не, оно лучше не делать. Так что в таких случаях купил пуханку клейба, а то был клуб. Да нет у нас хлеба вообще-то. Полин закончил? А вы мне не сказали, ну ладно, что я купил. Все, выдавать как в пайке. По одной штучке. Смотри, смотри, смотри. О, вот это уже интересно. О, наши любимые. О, что это? Йогурт. Это же йогурт. Йогурт другой папа купил. Получина, доставай дальше. О. О. Валер. Сыр. 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 Салами. 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 Творожок папа еще от вражка купил. Будем сейчас зеленушке стать. У нас там много этого. Будем делать что-нибудь, да? Да, да, да. Есть лаваш. Кто испортил нам погоду опять, скажите? Очень. Кто ответственный за погоду? Я давно не покупал топленого молока. Пряжного. Куплю. Для кофейка попробовать. Для безнообразия. А то все соевое, а то все кокосовое. Надоело. Давай, 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 давай заберу. Давай поворожок заберу. Чтоб тебе мешало. О. Что-то еще. Еще сырок куплют, да? Сырок. И. Что-то кашбаски еще. Терраспорский чуть не прочитал. Террольская. Террольская. Тихо, тихо. Осторожно, осторожно. Ну, петы много не бывает. Не бывает. Не бывает. Подозвание, что ты все достаешь. Шоколадные мюсли там закончились. Наши любят шоколадные мюсли, да? Все любят шоколадные мюсли. О, Регистка, сегодня дождь, все эти бабки разбежались. Нашел одну. А бабка такая, ага, никого нету. Загон рынка, поднимаем цену. Видишь, надо 100 гривен килограмм. Ого, бабка. Кто не спит в такую погоду, тот зарабатывает. Остальные испугались дождя. Так, давай. Еще елку, да? Что там еще? Еще что-то доставлю. Мам, я букетик на всякий случай. Много укропа не бывает, и мы куплю еще укроп. Хотя тут тоже укроп. Переберете, да? Переберете, да. Еще чек. Это старый чек есть. Да ты что-то не подшил бухгалтерию. Не подшил, да. Айран, там сказали, мы тебе выделили деньги, отчитайся. Хорошо, сейчас пособираю. Что это за обнимашки с зеленью? Дитю не хватает витаминов. Еще творожок, да? Они уже объели мой лук на окне. Все? А они хотят... Нет, нет, нет. Чуть не выкинуло. Что тут чуть не выкинуло? Ты что? Блин. Еще. Вот видишь, как чуть ли не мусорку не выкинули. Все, букет давай теперь. Все, теперь мы. Ой, что это такое? Борис 8. Это вот лука. Все, давай, на команды букетик. Спасибо, Валерчик. Знаете, нам укропчик свежий. Какой заботливый, спасибо. Самый лучший муж на свете. Розы, они ничем не пахнут. О, да. Как это не пахнут? Тульпаны ничем не пахнут. Пахнут. И тюльпаны пахнут. А укропчик развернул пучок. Весной пахнет. Витаминами, пирожками, зеленью. Какие-то тонкие намеки, ну ладно. Толстые намеки. Толстые? Да, это вообще толстые намеки. Нет, тонкие намеки на толстые последствия. Ну что, Даша сказала, шоколадок не покупать, я не купил. Она сказала, что если ты купишь шоколад, она не будет разговаривать с тобой. А мы-то при чем? Ну все. Пускай Даша с тобой не разговаривает. Это нам за что такое? Давай, можно смотри, Даша? Да. Уже готово? Так, малышата поели. И Даша с Машей нам приготовили вот такой шикарный завтрак. Тут у нас лаваш кругленький, омлетик. И внутри начинка и сыр фета. Очень вкусно, красиво. Уже завтракали, Маша? Нет. Да, вкусно? А я еще не пробовала. Я для вас пишу кое-что. Наверное, вы уже прочитали. Кто прочитал, напишите ваши отзывы. Нравятся вам мои вот эти посты для вас, послания моей души. Если нравится, то я буду дальше продолжать. Для тех, кому это нравится. Все, а я буду завтракать. Мушаем фруктики, вентаминизируемся. Вкусно? Да. На здоровье. А уже пол второго? Мы так поздно проснули сегодня? Мы зубы чистим. Молодцы. У нас погода такая текавая. Я уже нагулялась, надышалась влажным воздухом. Опять дождик. Почки на деревьях так уже набухли. Чуть-чуть пригреет. И все так, как начнет свисти, расцветать. Как все попрет, трава попрет. Я не знаю почему, но это весна по погоде. Мне очень сильно нравится. Прям очень нравится. Как никогда. Вот нравится, не могу прям насладиться весной. Что там дальше будет, один бог знает. Но пока я получаю море удовольствия от этой весенней погодки. Такое ощущение, что вот такой она должна и быть. У нас с сегодняшнего дня начались каникулы. И нам можно дольше поспать. Но мне этот режим вообще не нравится. Я все-таки люблю планировать. Человек планер. Я люблю просыпаться рано. Вместе с детьми. И потом как-то легче делаются домашние дела. Когда ты спишь, тебя так это все расслабляет. Вот для меня важен режим. А когда нет режима, то у меня все рушится. Моя работа, мои планы. Ничего не хочется делать. Тем более такая погода. Хочется просто полежать там. Что-то посмотреть. Какие-то умные передачи. Не, не новости. Смотреть что-то умное, полезное для себя. Для своего духовного развития. Нам спортсменам. Куда ты меня везешь, Олег? Нам спортсменам все равно. Погода никакая. Вообще холодно. Говорит, не я. Спорт по расписанию. Хочешь, не хочешь. Что мы сидели будем? Надо. Везет меня на спорт. Мы бы видели погоду. Дребанная жара. Так что нормально? А мы такие красивые, спортивные. Я не знаю сколько градусов. Пять градусов показывает. Ну шо, едем мы. Едем заниматься спортом. На площадке я одна и один дедушка. Больше никого. Еще Марка тренер выходил, похвалил меня, сказал, что я молодец. Приятно, конечно, летит как пусто. Никого. Все, и дедушка ушел, который со мной ходил. Осталась я одна. Мне совсем не холодно. И я вообще не промокла. Ура. Я не одна сумасшедшая. Есть еще один такой, как я. А то я уже начала переживать. У меня уже ноги промокли. Кроссовочки. Я уже думала, что я одна не в своем уме. Не, а нас таких двое. Ой, погода не дает, конечно, мне дойти сегодня. 10 километров. Я сегодня остановлюсь на 10 тысяч шагах. Уже последний круг дохожу. Потому что я уже вся промокла. Валера уже звонит. Говорит, поехали домой пирожки жарить. Греться будем. Хотела показать, на что я способна. Так, что я смело прохожу 10 километров. Но сегодня не погода. Я уже промокла очень сильно. Надо бежать домой. А моя упертость доведет хотя бы до 10 тысяч шагов. Это 100%. Я, если не дойду до конца, я не успокоюсь. Все. Встретимся дома. Будем готовить вкусные пирожки с творогом и зелью. Что это за погода? Скажите, пожалуйста. Да, все было хорошо. Так было все хорошо. Да, хорошо начиналось. И вот так закончилось. Вообще видимость очень плохая. Темно. Но мы молодцы. Да. Так, мы уже дома. Приехали домой под звуки взрывов. Я еще даже не смотрела новости. Что там и как там. Мне нужно кормить детей. Я уже нажарила лаваш. На простом лаваше сделала пирожки с творогом и зелень. И сделала на кукурузной муке лаваш. И у меня остался творог с зеленью. Я добавила кефир, муку, яйца и разрыхлитель. Не знаю, что получится. Жарю тут под крышкой. Какие-то ленивые пирожки жарю. Ой, я разорвала пирожок. Смотрите, какой интересный получился. Ням-ням-ням, Олечка, да? Налетай. На тарелочке очень сочные. С чайком. Все. Вот такой у нас легкий ужин. Смачного, детки. Ням-ням-ням. 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 Я и там. Я везде. Я всегда.